девочки всем привет что-то я собираю мясорубку и она что-то не собирается чешота вылетела чешота лишнее где-то я должна сообразить смотрите вставляю раз вставляю нож 2 начинаю вставлять сетку а она не вставляется девочки гляньте они ставила надо было придавить а я уже все паника у меня ой комедия слава богу а я уже думаю все что-то уже не то начинается что вы там делаете дик уйди оттуда они уже видят там линолеум и уже не линолеум пластик уже и уже хотят его ломать ты видал девчонки только зашла сюда холодно еще хоть немножко прогреется так я шарфик накинула хотя он греет знаете как шо девочки борщ есть чтоб что-то сидеть начинать что-то делать а шо мне делать а я пошла обкопал огород так еще не сезон буду готовить значит о комедия с этой готовкой так девчонки сейчас рукава немножко зато такое буду готовить что вы наверно в жизни такое еще не готовили а я готовила и не раз так сейчас девочки купила пшено купила пшено там девочка ждет капустняк во пшено купила так что капустняк на носу подготовка уже капустняку пошла едим борщ сварим капустняк все пшено есть девочки этим архаровцам взяла спинки попробуем сырок паста томатная все иду девочки к вам сейчас я вам что-то покажу фокус-фокус оля вчера так поубирала тут шатер ничего не могу найти где мысли так все вроде бы уже мне теплее шарфик снимаем ну где мысли ну куда она их запахнула нет ли мысли я что-то с краю не вижу неужели она их под стеночку где она их приткнула а вот они нашла уже хотела звонить криком кричать так все девочки чтобы ничего не мешало все это сюда сейчас я вам что-то покажу садитесь поудобнее садитесь поудобнее все ложитесь ложитесь лежа ешьте что-нибудь и смотрите фокус ой ой девочки еда стоит и на улице вчера оставляли сейчас зашла в коридорчик туда и сразу им насыпала корма думаю может корм малышок покушала дикуйся все смотрит на меня слышите что же я сейчас дам сейчас отляшки тебе кусок отрежу и ешь понял девочки взяла грудку хорошая такая грудка гляньте ничего не мешало я не знаю я вас я не вижу себя я вот не пойму как-то снимают что себя видят а я не вижу я просто смотрю в три глазика телефона и все так все отошли отошли сейчас я вам дам один момент мне тут надо девочки аккуратненько шкурочку снять так малыш не царапайся ты посмотрите то я девочки сегодня что-то мне захотелось ну как захотелось а чтоб сильно хотелось а чего-то сейчас ничего не хочется думаю давно уже не делала может и вам пригодится взяла грудку можно любое мясо какое хотите я взяла грудку гляньте какая шкурочка класс виде виде видите да вот так задом наперед ни одной морщинки девочки садитесь за стол берите вилки и тарелки я вам буду давать только не так стоя на тебе на малышок ни одной морщинки девочки на куриной шкуре так что будем кушать курицу может и у нас будет все хорошо с нашими морщинками да малышочек у вас тоже их нету везет вам не теряйте сознание не теряйте вы не голодные боже мой боже мой вчера мы с Олей девочки такие эксперименты делали над ними насыпали им борща туда мяско поломали раз хлебушка немножко два все подошли понюхали знаете как как дуст чикак этот карбит карбит вонючий сим тайдус тоже не не слабо воняет вот отошли я взяла сметаной и так много с пакетика знаете прошуровала подошли заново начали еле еле лекать сметаны чтоб не дай бог не дотронуться до борща вы представляете мы хватаем как бешеный борщ такой вкус такой вкусный борщ девочки оля мне сегодня пишет на вайбер ой говорит такой борщ вкусный так хочется уже борща она вчера не взяла она это у меня есть что кушать мне не надо в общем борщ стоит он коридорчики я его только что занесла он там был короче борщ есть в общем а эти нет слышите растуды твою нехай вынесли на крылечко там поставили часа пришла смотрю еле еле но не весь чтоб не покушать собаки горячего борща человеческое человеческого это же не то что там отдельно сварены с одной кастрюли то шумы хлеб и сметана ну представляете такого наверное нету ни у кого нигде ты видал как я девочки сразу приучила кидать им мясо кидать им килограмма полтора сразу шеек могут скушать это же вообще это я виновата значит ну а кто же виноват часа вам поделю обрезаю поделю все а это вам тут мясо другой бы еще сидел бы резал бы резала я уже все прекращаю резать а еще и он им эти у спинки купила жопками у то что я всегда беру так я сама их люблю вот эту часть кушать не было шеи а девочка шеи вообще такой все дорогой собакам шеи по 40 с чем-то гривен прикиньте килограмм нашим тот килограмм так вот как нам с вами маленький стаканчик семочек смускать сейчас я подумаю кому какое на малыш тебе дик на тебе это на малыш все девчонки обрезала мяско значит еще кусочек так сейчас я буду перекручивать девочки хотела резать он мне лучше перекручу девочки теперь у нас вот эти шкурочки вы видите сейчас атаку и забацаю о так так наверно 2 девочки шкурочку разрезаем на две части эту же я только ша аккуратненько обрезала потом я помою девочки обязательно помыть видите какие лоску точки дивиться дальше это еще не все вы думаете двумя шкурочками тут отделаемся нет нет мои дорогие вот еще шкурочки я купила их целый килограмм сейчас будем обрезать вырезать пластическую операцию буду делать сегодня себе так носами не крутить сразу предупреждаю так я думаю я думаю что тут делать можно вот это отрезать вот так вот а как же это и это мы оставим надо портниха еще быть шикарной девочки так сейчас вот это обрезаем сейчас им тут налопаться что и каркасы передумают кушать так девчатка готова еще одна наблюдайте а то я какие горькие а сейчас кручу верчу и прозеваете что-нибудь девочки я это блюдо готовила работала когда я в сауне там витя хозяин был такой парень хороший но дурной хороший но дурной что деньги зарабатывать надо было самому сидеть а не в сауне то папу своего пришлет охранником том брата своего посадил наркомана со мной вместе а было самому сидеть не искать себе новую работу по интернету а надо было сидеть и со своей женой работать зараблять себе груще короче говоря ну я как-то на новый год сделала вот эти вот рулетики а вот и по моему я принесла туда в сауну ела сидела он зашел говорит ой что так пахнет людо а я же ему рассказываю и показываю что я чем тут пахнет вот и потом он девочки так увлекся поиском новой работы нового бизнеса что продал трехкомнатную квартиру у нас на тополе и вложил деньги купил где-то в какой-то где-то я не помню где в каком районе где-то какую-то хату себе с подвалами с какими-то понастраивал чьи были подвалы там ну наверно ж были я даже и не знаю девчонки вот и это короче накупил вот этих разных мицелий разного вот этого всего чтобы выращивать вешенки ой господи девочки то так начал выращивать их что она все а кто тебе даст кто тебе с тобой поделится правильными разными этими самыми чтобы ты пошел чтобы у тебя пошел бизнес правильно балалайку ну и он прогорел девочки он заработал себе на нервной почве рак щитовидной железы ну правда остался сейчас я не знаю его судьбу это же было уже давно как он там а вот в общем короче говоря удалили ему щитовидку очень спасли его не умер ну короче говоря девочки и он потом а перед этим он как вот еще не не начал а не начал грибы еще эти свои заниматься грибами уже они в сауне еще он работал еще был приходил еще кассы забирал вот короче говоря приходит как-то домой ко мне а у меня сауна рядом с домом было а вот я у меня витечка заходи что ты хотел он ведь люда ко мне приезжают друзья с германии я хотел их чем-нибудь вкусненьким покормить имея жену слышите девочки вот это я куда-то или или от меня в какие-то мои мужья или кто-то пошли куда-то что-то короче говоря ладно я любитечка но шо 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 ты что ты хочешь лапочка я все сделаю он говорит сделаю то что ты помнишь меня угощала куриными рулетиками я говорю хорошо и сделай какой-то пару пару каких-то салатов девочки сделала и столько много такие блюда вот такие салаты сделала грибную поляну ему сделала и сельдь под шубой по моему нет не сельдь под шубой такой салат как сельдь под шубой вот все 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 идет как на шубу только там место селедки мясо а вот короче говоря он пришел забрал вот это все я ему целый у меня есть один эдичка у нас уезжал в израиль не в германию езжал много лет назад еще когда я торговала он продавал все даже майонезные баночки продавал крышечки от майонезных баночок помните что ты это все молочные бутылки продавал на бутылке что же пробки помните были тоже капроновые вот все продавал сидел и уже потом ему пару дней оставалось а до отъезда и он мне подарил этот скажите девочки металлический судок здоровую такой с крышкой белый как готова важных раньше стояли с маринованными солеными огурцы ну и вы все помните вот такой типа такого ой он он у меня там стоит шкафу уже сколько лет он а он у меня все стоит вот такая красотища а ну что ж мне тут получится получится девочки короче говоря ну я ему видите видите этот судок полный этих рулетиков сделала куриных вот и скажите шо и то же салаты эти ой девочки он потом пришел принес мне посуду мою версию посуде сделала при принес всю посуду боже лет люда они такого еще никогда не ели они такие благодарные что они такого попробовали в общем короче говоря я потом делала девочки работала в одной еврейке и тоже ею то было как-то сказала что я приготовила она она и она умела все и делать но просто облом было вот и она мне то говорит может может сделаешь и следующий раз принесешь я с удовольствием я вот убегом давай шкурочки эти искать и надо же еще и целенькие найти кругом же какие разорванные все вот надо целюсенькие нижние надо клаптики какие-то вот и тоже я и принесла она боже она так благодарила что вкусно но это девочки на любители езжи шкуру не любят это вкусно тогда все все любят не надо ля-ля да дать уже нарезала кучу на тебе на тебе на и тебе тоже не переживай девочки видите какая красота сирена видите какая красота гляньте можно пошить платье жалко что нету года курицы а вот петуха есть вот петуха а это у нас вот дракона да по-моему девочки сирена гудит и колокола бьют церкву атаку а я не знаю какой то не есть какой-то праздник а какой сегодня число 23 сегодня у меня вообще нету ни день рождения у кого ничего нету вчера хоть день был прибавляется день на лето а сегодня девочки видите какая красота можно кожаную куртку пошить себе это девочки я зашла там где я почки брала а там продавщица мы с ней все время смеемся и шкурочки а я видела что они там есть у нас я сегодня зашла думаю сейчас точно зайду и не будет думаю точно как как бедному жениться как вот ой нам когда зашла она народа много очень ну как не чуть-чуть 6 было вот брали люди мяско брали и фаршик брали вот яка глянула есть думаю ой а она думала что я буду за почки опять с ней сейчас я горю ой она ну что сделала тогда я это конечно что за разговоры или только сейчас я не за этим почки на елися девочки суп фото приготовить надо немножко потрудиться правильно а эти довольны что сегодня такое блюдо кто кто они довольны гляньте я же вот обрезаю минут ненужные мне части тут много одному напополам на тебе и куся на тебе девочки осталось две штучки откуснятина будет девчата бросайте вот у своей кровати и газуйте сюда сделали все побыстрее как бы кто-то морковочку чист кто-то цибульку кто-то мясорубку крутил девочки смотрите вы видите какая красотель а это шо у нас тут скрутится шо-то нет это у нас не скрутится это мы дадим собачкам это попалась какая-то не кондиция держи дикуся держи малышок девчата перерыв было бачили все дальше сейчас я пойду руки сполосну бы мне противно чтобы вы знали когда у такие руки то жирные то грязные так девочки я сейчас все подготовлю и включусь а вот это будет сильно надолго вы вам надоест смотреть девочки все я уже немножко подогнала смотрите девчонки перекрутила вот эту грудку и всыпала немножко риса сюда сковородке у меня здесь смотрите что жарится девочки поглядывайте скоса смотрите грибочки лучок полкило грибов 3 луковицы и 1 морковка сегодня жарю на оливковом масле потому что вчера купила а так я пользуюсь самыми всеми простыми продуктами и на нашу подешевле вы поняли девочки вот сейчас вот и бейварусе хорошие скидки кто с украины очень хорош взяла вот сырок девочки моцарелла сколько тут ферма в який сыр 180 грамм 30 чем-то гривен сейчас вот эта упаковочка я считаю что так а было 50 чем-то около 60 девочки грудка и рис потру сюда сырок вот половинку до половинка 180 грамм это сколько 90 90 грамм я все-таки училась а в школе скобзона господи царство ему небесное о я как вспомню на вокзале у нас все время песня днепропетровск мой дом родной и уже как он спел никто так никогда не споет вот действительно он ее спел я сейчас буду плакать девочки он ее прокричал он так это пел днепропетровск мой дом родной прям он действительно подчеркивал вот это слово мой дом родной мне его жалко и была все время какая-то гордость знаете во первых надежда михайловна федотова классный руководитель моя его хоть у нас и разница до большая возрасте прикиньте до скольки лет она доработала в школе она географию преподавала и по моему когда мы выпустились наш 8 класс вот это по моему ее последний класс был она уже ушла и тогда уже было уже около 80 лет наверное она еще в школе работала представляете но такая уже учительница девочки вот это вот кем на кому надо работать учителями вот кому девочки купил апельсиновый перец и лимонный перец я покупаю как глаза глянут туда так и беру очень хороший что лимон и взяла чесноковый перчик тоже покупаю девочки вару зашла то по специям глазами ну не вару сам свой мини вару по специям прошуровалась а вот а специях за которой я ездила в ашан нету девочки прикиньте она в баночках так у меня соль вот и она без соли ну свой у меня вон которая нас насыпана сейчас и она без соли она такая ароматная и там кусочками все овощи высушенные ой девочки поплачем с вами и посмеемся а шо робить так а жизнь да девчонки девочки насыплю зелени вот сумишь зелени ну пишут шукрип петрушка сушена и цибуля зелено а чо тут кайкоти листья с дуба бу тоже полезно тоже ну все молотый перец пахни сюда пока не буду все девчонки смотрите вот она у нас пережаривается я думаю уже пережарилась томатную пасту девочки вот это ну как можно 50 гривен вот эта баночка ну что это такое за хулиганство когда такое было такой бы тут помидоры были девочки две с половиной ложки две с половиной ложечки мои родные мои вы родные золотые так девчонки дальше так ложку надо может ложек ложек и ложек надо так девчонки сюда фаршик я сахар кругом кладу я вам говорила кладу ложу почти ложечка сахара и посолить по вкусу своей солью у меня соль наша теперешняя я не знаю как солить меня просто то я знала всегда сколько не кину я знаю что все хорошо а сейчас вроде сыпешь 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 а оно не соленое вы поняли что я сказала девочки запомнили что если ну просто на всякий вдруг вам такое не лень будет приготовить и у вас может дома это любят я думаю кожу куриную шкурку любят все ее не любят только те кому ее нельзя кушать по каким-то своим причинам а так ее все трескают и хватают самые первые часа мою первую сдирают сделай курицу в духовке любой любые части курицы и шо первую очередь все хватают шкуру так же самые сутки из гуся я сама первая обдеру а потом она лежит голая как будто на нудистском пляже вы поняли девочки сюда мы смотрите со сковородки лучок грибочки морковочка выкладываем больше половины смотрите оставила а сюда добавляем водички девчонки за водичкой надо идти как за сахаром сахарницу и в солянку соль кошмар надо уже 10 чайников купить сразу за один раз набрать и чтоб они стояли полные все 10 у меня тут еще медленно вода бежит девочки над ванной быстро бежит над ванной а над умывальником медленно наверно забитый кран я так думаю как я всегда говорю я ж дочка столяра я все знаю вы поняли папа столяр был краснодеревщик девочки вот такую мебель на заказ сделал сейчас вам расскажу кастрюлю возьму я вчера так все послаживала что я теперь хрен шо достану наверно ну должна достать так казаночек надо взять или казаночек я возьму алюминиевую кастрюль я ее люблю я ее люблю девчонки алюминиевую кастрюльку я знаю мне никогда ничего не пригорит на вид она мне нравится девочки на дно положу пару лавровых листиков вот кастрюля с нержавейки алюминиевая вот так лаврового листа много не бывает никого не слушаете слушайте меня девочки положу душистый перчик тоже много не бывает дальше девчонки посыплю немножко зелени а не сыпется насыпала дальше девчонки мои родные насыпем немножко меленого перчика тут мы апельсиновый положили а сюда мы меленый так девчонки мои родные сейчас еще сюда что-то швыра ну подождите девочки это у меня дома тут у меня нету ну ладно то у меня дома есть белый перец а тут нету я сюда немножко сейчас фарш девочки придаст такую знаете цимус цимус такой легенький мускатный горишек немножко девчата знаете будут кушать и будут думать что что такое а тут наверно гриб трюфеля ничего себе живут богатые какие но если был бы белый перчик тоже ничего он тоже дает тон тон такую ноточку тоненькую так девочки я не солила девочки не помню сейчас я никогда не ем фарш языком на тронулся и все солила и тоже языком не весь язык как у анаконды чел кобры к разница не что-то что-то те еще штучки девочки так я вам не до начала говорить что папа у меня был 100 лет краснодеревчик золотые руки девочки если еще не закладывал вы знаете как жили как сейчас не буду говорить кто все догадались ой делал девочки когда-то у нас профессор не помню с какого института заказал мебель нас у нас не про заказал ему мебель вот и он дома и и делал девочки у нас была комната начали пристраивать к дому мы называли все время пристройка пристроили две большие комнаты вот и она же была пустая уже все были окна даже поставляли все он так мы и не пользовались девочки не никто ее не поштукатурил и так она пустое и стояла вот у спальню я себе только до потолок вымазала до ума довела еще а зал этот большущая комната нам такие окна большие все так она и стояла его в этой комнате слава богу она ему пригодилась как мастерская и он делал мебель этому профессору он ему заказал откуда он его ну откуда-то живо на раз посоветовал вот девочки какая это была мебель а ему надо было под заказ у него книг очень много он делал ему вот эти книжные вот эти стенки там девочки такую красоту сделал не на одной выставке нету такого как он ему сделал а шо он ему заплатил я не знаю но у меня новых трусов не появилась девочки вот так наверно копейки какие-то он такой тоже был знаете сколько дадите а поджопник дадите тоже неплохо надо еще заработать помню девочки когда-то я уже где-то работал в рсу в рсу ремонта строительного про помните операции а вот и это такой в рсу работал и где-то они ломали какие-то дома вот какие я не знаю какие но старые какие-то дома ломали боже кто принес каких-то денег девочки пачки еще знаете если знать что это сейчас она стоит деньги я бы сама сохранила съела придержала пих на веревочке вот такие помните помните мы это не помню по телеку можем кино большие о как роженой революции там есть вот такая купюры вот такие фильм вспоминайте роженой революции гвоздикова а его как кондратьев николай там она муж возника вы как его от вылетел головы девочки посмотрите это уже все начинается уже потом же я посмотрю или сейчас вспомню как тогда я что-то вспоминала вы мне подсказали а я уже и вспомнила что буду заново видео ну вы поняли рожденная революция кондратьев николай кондратьев и там вот эти купюры были и папа помню принес столько много их мы с ними играли вся улица все дети ими играли все пачки пачки это ж при каких-то царях эти деньги были или прикол я даже и не знаю девочки а вот мы тягали их по улицам целый кучу гуры а сейчас в эти деньги прикиньте девочки смотрите взяла шкурочку так убираем вот это она вам не видно извините смотрите вот так будет видно кастрюлька сюда это мы здесь будем складывать их я думаю влезет девочки видите шкурочка берем ложечку тут у нас риса немножко там прямо как посолила потом у нас здесь грибочки пережаренные шампиньоны полкило я взяла потом взяла две три луковички небольшие одну морковку большую на мелкую она не на ту на ту шу сок давить а вот ажу маленькая после большой вот моцарелки потерла вы видели сколько 90 грамм напополам сто восемьдесят грамм вот приправу какую вы хотите и закручиваем девочки голубцы смотрите подтягиваем чтобы они не были широкие вы поняли юмор девочки делаем куколки пеленаем пеленаем так спеленали девчонки и мальчишки тоже учитесь у нас а то вы настолько обижать можете незаслуженно девочки так мотаем дальше смотрите мотаем 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 как голубцы вы поняли начинку можно любую девчата можно и постную здесь вот девочки не поехал завтра поеду на рынок куплю топинамбур вот голубцы вкусный с топинамбуром я когда-то делала девочки шкурочка это же она упарится ужарится ушкварится вы поняли это мармелад это можно даже не как второе блюдо кушать а как десерт девочки захотелось что-то сладенько вот это крутить рогалики с куриной кожи девочки девочки я так и видео назову рогалики с куриной кожи может тысяч сто просмотров будет ой только не пишите что вы не любите все это любят а если сейчас пришли тут она у меня кипела уже так тут бы стояли как он то на морозе когда ногами сукает ногу в ногу вот так бы вы стояли ногу в ногу чтоб я только дала скорее попробовать ой мои вы родные господи девочки смех и грех ой родненькие душа былыть а сердце плачет девочки видите какая красота не надо вам не листья шкварить парить капусту переводить дай бог чтоб купить шкурочек целеньких девочки сначала надо купить у продавца почки сделать ей комплимент что она почки красиво выложила потом она вам выберет хорошую шкурку а то принесете фарш со шкурок а мне видите какая хоть на голову одевай косынки целые вы видите девчоночки гляньте а они сварятся девочки стушатся мягенькие вкусные фаршик вкусненький ой ой какая вкуснятина родные вы мои чтоб только у нас все хорошо было уже скорее бы девочки крыша едет родненькие молитесь все всем миром уже так мои родные только ж мотаем низом шкурочкой вниз а вот этим где середина в середину вы поняли сам фаршик уже можно кушать так пахнет ой а шо ж тут плохого я вам рассказала грибочки лучок моцарелки чуть-чуть потерла морковочка зажарочка с лучком приправки все еще и на оливковом масле пережарено вы представляете да вы видите вы видите какая красота я я думаю видите и довольны что такое видите а что еще перед перед сном посмотреть во красоту какую встретила сегодня девочки соседа своего через дорогу живет доме у него был перелом шейки бедра девочки не обрешу это перелом шейки бедра у другого из их не ваш дома тоже по вандрея а это вова вот у него сустав заменили ему тазобедренный молодой мужчина девочки сколько ему ну я думаю ему 60 нету такой красавец сын у него один девочки работает у нас надя оперировал самвеловой ноги и мамки медиком плаза стасик вот такая семья хорошая я сегодня варус пошла туда где у нас маленький варус я вам говорила когда и он бежит и смотрю бежит уже то с палкой ходил то не сначала с двумя до выходил расхаживался потом с одной потом шел уже без палок но прихрамывал а сегодня смотрю бежит я остановилась я боже слава богу слава богу ты бежишь вот то с ним постояли поговорили такие порядочные мать у него такая тетя люда такая семья такие порядочные было жена такая хорошая вот вообще а он как семьянин девочки я никогда его я даже не знаю он курит или нет но никогда не вообще он был был вот это мужья девочки и было хорошая она такая спокойная интеллигентная вот он ее летом 8 часов еще божий день он уже он ее все равно стоит ждет на ступенька встречает девочки такая семья хорошая я и дома у них была стасичек на моих глазах вырос дитё врач такой девочки травматолог шикарный вот шикарный медиком плаза работает кудин фамилия девочки кому надо вот так вот все обращайтесь кудин станислав владимирович золотая золотая датына золотая семья вы поняли видите прооперировал сынок папу и все хорошо но за деньги что же бы я же не спрашиваю он говорит конечно за деньги как же бесплатно ничего протез же этот стоит деньги бесплатно же мне дают просто что делал сам операцию что там такое кого вы уже там то кто пришел никто не пришел поле еще рано приходить нам никто не может зайти мы закрыты девочки слышите вот это у меня сосед армянин живет вот этого шоколинка так его и нету калитка на проволоку закручена я девочки не знаю ни телефона ничего где этот же армянин я у него как-то спрашивала где-то месяц назад я говорю серёжа а где ты не знаешь ничего за этого андрея он говорит туда не знаю говорит у меня его и телефон ей звонил говорит или у меня заблокировал или я не знаю что вот но говорит была тут милиция вот и это но это не ушли я пошел хоть калитку перелез через забор и заказал на проволоку калитка то она у него тонкая железо то есть тонкого железа вот это как ветер она ляп 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 знаете как что-то взрывается ритя перелез то хоть завязал я вам показывала уже даже видео есть завязанок не знаю где он а у них же в в этого сергея собака девочки не знаю что за порода я не разбираюсь но здоровенная но она у них на привязи она у них на цепу я не знаю на чем она там стоит шок и когда мы там коридорчик вот соли например стоим чисто им сидим мы если встанем с окна ее видно забор же в забор же по высокий у всех вот видно здоровенно и она куда-то на высоту залазит наверно на будку а там на работку надо построить как однако у я не видела как однокомнатная квартира собака здоровая девочки если вы только родненькие слыхали как он воет и он постоянно воет или то что он привязан и он воет это твой девочки можно сойти с ума на нервной почве от этого боя уже прям нервы не выдерживает как он как завоет как завоет как завоет как завоет и так долго такую протяжно господи помилуй я помню девочки когда я жила на володарской с родителями маленькая девочка была у нас соседи выдренный фамилия выдренный тетя лида и дядя миша он работал машинистом на поездах уголь кидал красный такой было такая работа была короче а сейчас а потом эту коротенькую в конце вот девочки он это самое а тетя лида они жили лена царство небесное девочки 57 года ой родилась а с пороком сердцем родила двух девочек двух дочек и я не знаю даже я не помню сколько ей было лет она умерла девочки сердце муж перед этим у нее слышите были они где-то на карьере у нас они жили но по-моему на красном камне они жили но она потом вышла замуж и ушла туда жить к нему на красный камень то нажил массив красный камень никто не знеправ вот и это и они где-то пошли на карьер на какой-то знаете как дураки вот и он прыгнул ну как прыгают головой об камень мгновенная смерть молодой тоже был она осталась двумя дочками а по-моему со свекрухой вот ну и все я я даже и не помню через сколько лет и она умерла а то сердце может знаете первая любовь она рано вышла замуж она по-моему 17 лет вышла замуж вот и это может не переживает может или может знаете все равно сердце есть сердце они занимались тетя лида и бабушка их не лучше они венки плели и у них даже на озерке у нас на рынке на центральном был киоск свой где венки вот эти маленькие веночки на поминальные дни ну вы поняли какой у них был бизнес они сами их вот это ой девочки так ли ну не легко они сжатую бумагу я помню покупали это дома когда они делали вот и мы же то девочки маленький ну как маленький по 12 уже по 10 лет уже уже девчата я уже борщ 10 лет варила тоже чего я что-то не буду понимать как делать и мы тоже цветочки ромашки собирали и вот эта сжатая бумага вот так собирали эти воздички воздички сжатой бумаги и потом проволокой закручивали и на проволоку мы помогали будь здоров нас никто не заставлял нам же самим интересно девочки вот это у них такой бизнес был а чего я начала это говорить и у них собака тоже звали собаку жук вот и вы знаете как собаковой так обязательно на на улице на поселке у нас кто-то умирал но и представляете я так это запомнила на всю жизнь еще как заводит собака мама то все дарит но опять у выдренных собака воет раз где-то у нас три улицы поселок нашу володарская артема и купинская вот они три одинаковые по нет да но они балкой прерывались они то в центр идут эти наши улицы артема володарская в центр идут в центре города прерывается а балкой прерывается и продолжение потом у нас вот ну и все и вот тоже мама как скажет у то говорит точно но говорит опять у выдренных собака воет говорит что-то кто-то с поселка уйдет вы знаете и в основном это была правда вот зараза так девчонки видите ля-ля-ля-ля-ля-ля и покрутила фаршик остается а что ж нам что-то начиню я девочки знаете вот когда делаю голубцы перец я не люблю когда вот это тевтельки вот эти никому не надо эти тевтельки надо чем-то начинять что-то начинять а еще вот думаете где-то ж была а тевтельки это тевтельки должны быть тевтельки что-то придумаю сейчас что-то начиню куске сала дырку сделает для контенту ой комедия так все момент сейчас девчоночки мои родные часа на дно сюда девочки у меня маленький полонечек немножко подливки так девочки я вспомнила мы же не солили подливку ложки ваш а вот ложки слава богу а ну я попробую на всякий случай конечно нет конечно нет мои родные так сюда чуть-чуть вот так девчонки все складываем наши смотрите складываем девочки где-то около часика хай потушится сейчас мои родные оля сегодня придет она не знает она и так все время в шоке она не в шоке я всю жизнь девочки готовлю на их доли на всех как я говорила сначала папа умер компания меньше на 1 меньше готовит для меня это удар вдых под дых потом серёжа брат умер ой еще один который уже не покушает то что я приготовлю блять твою мать собачью так рано умер потом мама прикиньте три человека раз и нет и свёкром таскала кушать девочки никогда в жизни чтоб я кого-то обделила доставала когда в те времена ничего не было боже пру на ану на родителей на свёкров на свою семью то шо говорить все девчата сложила а шо нам начинить то сейчас девчоночки поставлю хайтушится я что-то придумаю а я что-то придумаю девочки выливаю всю подливку девочки вылила всю подливочку уже можно кушать смотрите красотища ставим на огонь девчонки а что же нам зафаршировать а тут осталось чуть-чуть капусты нема перца нема ой мягко сейчас что-то придумаю не я буду так девчоночки мои родные собаки малышок спит а дикузька за мной наблюдает да дикусечка скажи конечно чего за тобой не понаблюдать еле тебя дожидаемся девочки так уже за подхожу боже стоят возле калитки в щелки смотрят ну вы представляете я оспугаюсь их думаю точно нету не конечно есть ой девочки мои родные так как же нам сделать сделать а ну-ка вот так когда такое делаешь надо десять очков одевать девчата не дышите переживайте или выйдете а то мне вас жалко что вы будете переживать я сама переживаю боже помоги девочки я знаю как вы сейчас переживаете я сама переживаю замолкаем дик смотри не чихни я испугаюсь у меня ничего не получится ой девчонки я дочка столяра я все умею девочки гляньте какой гляньте какой пындик девочки вы когда-то видели такой фокус-фокус от меня от кого-то и видели они там что-то подставляют а я все делаю в открытую девочки когда не получается что-то а что здесь стыдного слышите все нормально ну еще чуть-чуть вот нам девочки тут видите на две цыбулынки получилось девочки гляньте шо я не дочка столяра гляньте тэ о ставим девочки девочки вот девку снятина будет так девочки еще одну штучку нам надо я сама боюсь тихо 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 малышок дик не дышите то вы громко дышите чтобы у меня провал не получился девочки тра-та-та кому надо нанимайте буду приносить а второй девочки толще чем первый слышите девочки кому надо луковые вот такие эти самые нанимайте я дома на выбираю и только я не знаю в чем вести чтоб не поломать на это придумаю жалко переноски нет у папы была переноска деревянная там он всегда инструменты носил так бы я туда сложила и принесла как с дипломатом бы пришла с луковыми ой девочки гляньте какая красота думаете это невкусно будет WOW такое просто никто не хочу не захочет делать лень может быть на стать так рукой надо добавить ложка уже не дай бог треснет вот нам еще и по луковички будет это полнета не такая полная девочки гляньте какая красотища гляньте луковица забита начиночкой смотрите вы видите гляньте луковичка да а тут только одно колечко гляньте ставим туда у нас уже закипела девочки тетеньки бабушки родненькие ждем финала я выключаюсь малыш раздавлю